Подорожание продуктов одна из самых обсуждаемых тем в Беларуси. По официальным данным, с начала года цены там выросли почти на 14%. Абсолютный рекордсмен свинина, которая за это время подорожала полтора раза. Рост цен на продукты питания – основная причина того, что инфляция в стране перевалила за годовой прогноз в 11%. Дмитрий Двойнев с подробностями. Продавец всегда пытается отдать подороже, а потребитель ищет способ купить подешевле. Эти танцы происходят вокруг некой величины, которую мы привыкли считать справедливой ценой. Эксперты Запада и Востока однозначны во мнении, рост цен на продовольственные товары неизбежен. В пользу повышения играет практически все – рост тарифов, погибший урожай, курс доллара. Поэтому яхты дешевеют, а продукты дорожают. В Беларуси абсолютный лидер – мясо свинины. На свинину, кроме бескостного мяса, с начала года цены выросли в 1,6 раза. На сало – в 1,5 раза. Говядина, кроме бескостного мяса, подорожала на 28%. Рыба мороженое подорожала на 20%. Водка подорожала на 18%. На 12% с начала года выросли в цене сыры, макаронные изделия, безалкогольные напитки. Птица подорожала на 11%. От 7 до 10% выросли цены на масло животное, сахар, крупы, кондитерские изделия, молоко и молочные продукты. Табачные изделия подорожали на 20%. Комаровский рынок в Минске – одно из мест демократичных цен. Здесь реализуют свою продукцию как крупные производители, так и дачники со своих приусадебных участков. Закон конкуренции на Комаровке работает как часы. Но и здесь, впрочем, как и в любой торговой точке мира, среди покупателей преобладают те, кто, глядя на ценники, задаются вопросом – неужели обмельчали в стране молочные реки? Ну, немножко, конечно, на мясные продукты. И молочные немного дешевле, чтобы были. Ну, так все устраивает. Швенила, естественно, конечно, на рынке дорогая. Ну, все мясное. На сегодняшний день наши цены – это просто жесть. Я очень тщательно все считаю. У меня за каждый месяц я веду подсчет, что на что я потратил. Мне хватает. Я не верю в это. Цены не упадут. Такого не бывает. Мне что-то по ценам не видно, что сами выращивают. Вопросов нет. И ответов нет. Рост цен в первую очередь бьет по тем, кто большую часть своих доходов тратит на еду. И чтобы быть до конца объективным, стоит подчеркнуть, что таких людей в Белоруссии с каждым годом становится все меньше. Дмитрий Двойнев, Александр Шурмелев. Минск.